Ровно 75 лет Самара носит статус «Запасная столица СССР». В военное время наложило свой отпечаток на развитие города. Сюда со всей страны эвакуировали не только заводы. И не только промышленным центром Куйбышев стал в годы Великой Отечественной войны, но и культурным. Премьера 7-й симфонии Шостаковича, спектакли Большого театра. Здесь сохраняли русскую культуру. Столица была перенесена в наш Куйбышев, и сюда был вывезен весь культурный фонд Советского Союза. То есть государство спасало свое национальное достояние, свою национальную идентичность даже в это сложное время. До сих пор в Самаре не было проекта, который бы собрал все факты и проанализировал тот вклад в развитие города, который внесла эта культурная элита. Дело в том, что вот в таком аспекте мы очень много в этом году и вообще и правильно говорим о запасной столице. Но в таком аспекте, именно в аспекте культурной жизни, в аспекте культурной элиты запасной столицы, так еще вопрос не ставился. Чего только стоит факт, что за годы эвакуации Большой театр в Куйбышеве представил зрителям 39 премьер. Это и в мирное время нелегко, а тут война. Театр помогал людям пережить страшное военное время, отвлекал их от суровых будней. Артисты выезжали на фронт, сотни спектаклей, концертов на передовой, собирали средства для армии. Проект культуры запасной столицы именно об этом. Большую часть документов и фотографий широкая публика видит впервые. По крупицам создан этот проект и теперь его ждет большое будущее. И фильм, и интересная исследовательская работа. Надеемся, что получатся замечательные печатные издания с фотографиями, с публикациями, воспоминаниями, интересными фактами. Поэтому это только начало пути, такая проба пера. Планируется, что такие краеведческие встречи пройдут в каждом районе Самары. Их поддержат школы и культурные центры. А сам проект продолжится и в 2017 году. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События.